Наш вокалист Нельсон, он сказал, что такая тема, все это круто, конечно, наше музло, оно офигенное, мы стали намного лучше играть, но этого недостаточно. Я такой говорю, ну блин, а что же нужно? Вроде все круто, мы играем, ты поешь офигенно, вообще у нас такой материал. Он, нет, чувак, нам нужен второй гитарист для настоящего мощного саунда, для суперзвучания. Мы много пробовали брать всяких гитаристов, ну много с кем играли, у нас много кто на гитаре пробовался, играл даже, но как бы ни с кем не срослось, и я как бы, я уже перестал в это верить. То есть какого-то второго гитариста, зачем, вот нас там 4 человека, ему команда, там мы вот именно сила, в нас прикол. Он говорит, нет, я знаю такого чела, я его приведу, вот вы посмотрите на него, если вы скажете нет, то значит нет, я не буду заморачиваться, я не буду больше ни хрена искать, будем играть так, как есть. И мы такие, блин, ну ладно, приводи, короче, его. И пришел, значит, такой, ну такой парень пришел, вот, у него прическа такая была прикольная, ну то есть, такой я еще не видел ни у кого. У него были такие, ну, кудри такие прикольные, такие здоровые вообще. И он мне запомнился по прическе сразу, и запомнился почему-то по одежде. Он был очень клево одет, он выглядел очень круто, модно, свежо и по-новому. Само вот название, оно было на слуху, то есть я никогда не слышал там ни альбома, ничего такого. Но вот я тут приехал в Питер, значит, стал играть там в разных командах, и естественно там стигмата, там стигмата, стигмата. А потом, то есть уже там значительно позже, когда я, собственно, уже практически вообще подумывал о том, чтобы завязать с музыкой, да, потому что, ну, не было там особых вариантов найти себе нормальную работу. Я пришел к ним на прослуживание, еще думал, они, наверное, такие серьезные чуваки, надо как-то там себя показать, как-то там что-то, прям вот удивить их чем-то. Он взял гитару и сказал, сейчас я, короче, покажу вам, что я играю. Пришел к ним, говорю, ну вот сейчас разыграюсь, типа, ну и буду вас удивлять. Стал разыгрываться, они мне сказали, все, мы тебя берем. То есть, как бы, вот так вот, собственно, я попал в группу. и он просто одевает на себя гитару и начинает там всякие соляки такие офигенные пилит я думал нифига он так круто вообще просто супер гитарист он такой ну вот все что я короче умею мы такие блин вообще круто но мы мы стара сам офигели но мы виду не подали типа ну потому что сразу было видно что он музыкант вообще там блин на две головы на три выше чем мы все я прям почему-то как-то почувствовал сразу что вот что вот это мое что вот здесь как бы я могу то есть как бы расправить крылья да как бы там и что-то вот но с этими людьми на что-то сделать тарас дает ему диск посиди дома типа подберешь там ну может через месяц там не приходи когда все подберешь будешь готов выступать и вы не можете себе представить он перезвонил через два дня он говорит все я все знаю все подобрал ну таки блин врешь и он приходит на репетицию и просто начинает все играть все песни вообще и он прям сам нас останавливает стоп чуваки вот этот кусок это полный отстой а я придумал здесь круче и начинает играть короче свои мелодии и это так все вписывается и мы сразу поняли блин вот этот человек вообще которого мы ждали пять лет именно он наверное спас группу стигмата в плане материал он сразу начал сочинять 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 до сих пор по сей день он остается таким человеком который вот вот это вот именно голова группы он вот думает за всех купить гитару это как бы это несложно учиться на ней играть несложно а вот думать как музыкант это сложно и до сих пор сейчас мы пишем новый материал мне очень нравится все его мелодии запоминаются ну как бы сейчас его можно реально назвать таким sound продюсером который уже состоялся он он очень круто он может взять и спродюсировать альбом там любой там русской группы и эта группа будет там из какой-нибудь там полной шляпы из какого полного отстоя на превратиться в супер группу ну как сказать полу волшебник получеловек полу гитарист такой вот он дюк я дюк играю на гитаре когда учился в пятом классе мы там я был очень таким шкодным таким подростком как бы ребенком я везде лазил по всяким кранам стройкам и прочим один раз я упал и сломал две руки себе и в общем я там ходил три месяца с гипсами с этими все такое и потом когда мне сняли у меня руки были такие тонкие слабые но кто ломал руки тот знает и мне врач сказал тебе надо чем-то заняться занять руки чтобы их быстрее разработать научись играть на гитаре ну допустим на гитаре на фортепиано не важно на чем и тут просто как раз получилось что там у меня где-то там под каким-то там шкафом там не знаю там дома лежала там папина старая какая-то семиструнная там гитара переделаны в шестиструнную я достал ее значит натянул струны неправильно первую вместо шестой там и шестую вместо первой вот так вот и что-то там пытался играть а потом просто ну и пошло-поехал блиц опрос с дюком любимое время суток день кока-кола или пепси кока-кола телевизор или кино кино кошки или собаки кошки вслух или про себя про себя айси кью или эсэмэс айси кью чай или кофе чай весна или осень весна город или деревня город разум или чувство разум черный или красный черный импровизировать или подготовиться все вместе подготовиться и импровизировать яндекс или гугл гугл поп или рок поп брюнетки или блондинки брюнетки опыт или мечты опыт и мечты и одно без другого никак колонки или наушники наушники ручка или карандаш ручка клубника или земляника я люблю и то и другое больше всего на свете удача или стабильность стабильность домашняя кухня или ресторан ресторан олд-скул или инновации инновации кислое или сладкое сладкое золото или серебро золото настоящее или будущее будущее когда я только там стал неформалом там классе там в седьмом или в каком то есть я увидел что ходят такие чуваки в таких там балахонах каких-то там с черепами там каких-то там браслетах нереальных подумал о круто я тоже хочу быть таким потому что я тоже слушаю грубо металлика возьмите меня к себе они были как правило там старше меня все они были все такие крутые у них были у них имен не было у них были клички причем такие все англоязычные там и у меня был комплекс неполноценности что как это так там он там с ней клонов там джефф флэш а я вот андрей как бы да так вот обидели так пацана и потом и в один момент просто тоже там чувак из этой всей тусы папа у него была кличка папа вот он сказал да давайте я буду звать дюк непонятно почему я говорю что это значит дюк он да просто вот в голову пришло давай и как это как-то так зацепилась что меня там все так называли и как бы большинство даже моих друзей они знали как меня зовут на самом деле то есть все дюк 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 и такая частая там тема да приходит ко мне кто-нибудь домой мама открывает дверь и они там один к можно моему а кто это моя девушка когда увидела его номер в моей записной книжке подумал что это какая-то другая девушка решил его удалить я так до сих пор не веришь и души это гитарист стигматы дюк что очень целеустремленный человек карьерист настоящий такой то есть пусть это не там не офисная работа какая-то это музыкальная работа и он очень болеет за дело и прям самоотверженно там этим занимается ну и помогает как бы заниматься интернетом то есть так как он по профессии вообще дизайнер вот этого хороший навык очень сильно пригодится я использую гитару бёрни точная копия гитары гибсон виспол она из красного дерева хороший сустейн в общем нравится этот инструмент он уже там долго мне служит уже три года но хочу конечно собираюсь купить другую гитару для того чтобы новый новом альбоме достичь вообще еще там суперзвука и еще более крутого очень короткие идеи и мы с ним сходимся очень часто во мнениях я не слушаю там всяких там стивов ваев джо сатриани то есть мне не интересно я восхищаюсь людьми которые делают музыку в целом просто восхищаюсь тем что делает константин меладзе вот этот чувак вот он крутой вот если бы меня была какая-то возможность не знаю там брать него какие-то мастер-классы или что-то еще я бы любые деньги отдал за то чтобы он вот посвятил меня именно в таинство того вот как он берет вот садится и делают вот эти песни целиком уже вот как бы плановый смотрите денис то здесь есть мой плакат звезда всех сборников союз 21 долгий путь чтобы попасть в эту группу камеру группу стигмартов нам еще кажется мистер кредо он тоже хочет играть стигмар еще долго до этого мистер кредо тебе еще долго до этого